Евангелие от Луки, 17 глава, с 3 по 10 стих. Наблюдайте за собою. И далее поясняет, прощайте брату. И Господь дает человеку установку, как о себе мыслить. Допустим, говорит, раб пахал, сел, пас, и когда он придет с поля, ты что, бросишься его за стол сажать? Нет! Он уже отработал смену, а ты скажешь, подпояшься, служи мне. Когда меня накормишь, как господина, тогда садись и сам ешь. И заканчивается. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, скажите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать. Поэтому что бы мы ни делали, это только то, что должно. А вот начинает, ой, да сколько много, да сделал. И человек так убеждается, да ничего подобного. Я повторяю, что не я исследовал, люди. Притом люди, которые большое дело сделали в жизни. Как Яна Амос Каменский. Получить просьбище «Отец мировой педагогики». Это что же надо было сделать, чтобы за ним это закрепилось. И он говорит, что человек использует не более 3% своего потенциала. В общем, в среднем. 3%. А 97. 97 невостребованное, зарытое, за них придется отвечать. Наблюдайте за собою. Есть зеркало, а есть священное писание. И человек, который в зеркало смотрит, посмотрел, отошел и тут же забыл. Интересно, вот сам себя не может никак представить, какой ты есть. И опять надо в зеркало смотреть. Точно так священное писание. Посмотрел, отошел, забыл. Снова бери, смотри. Я решил посмотреть, что значит слово «наблюдать». Зачем наблюдать? Сколько времени кто поставил эти вопросы и стал разрабатывать? Мне, при моем опыте большом, не 2 недели хватило. Да столько трудно было выбрать из священного писания. Притом я ничего не выдумываю. Но это мы привыкли наблюдать, смотреть, кто пошел, ел. А самое главное, где ночевал, с кем спал, с кем под ручку шел. И вот наблюдают. И вот смотрят. За всеми часовыми два своих ястреба, то есть глаза, пускают и вылавливают. Книга Испирь, 2 глава, 3 стих. Говорится о том, как царица Ассинь противостала царю, и он не знал, что сделать. Знал, как управлять государством, а как женой управлять не знает. И давай требовать сановников, советников у него было. И они сказали так. Пусть царь назначил бы наблюдателей, а у нас как раз есть наблюдатели. Пойдите в любой храм, подскажите, а наблюдатели у вас кто? Они даже не поймут, о чем вы спрашиваете. Вот кто-нибудь зашел бы к нам и сказал, а где у вас тут свечку купить? Мы даже не поймем, про что он говорит. От обещания все. А у них это наоборот. Он говорит, чтобы они наблюдали за красивыми девицами и самых красивых выбрали. Вот такое повеление дай, так спать не будут, будут наблюдать. Где красивые, сразу же знакомятся. Значит, этот царь, один раз только было такое. А мы должны наблюдать людей, которые имеют большой опыт. Если ты найдешь мудрого человека, написано, порог истирай, ходи к нему. Постоянно. Набирайся мудрости. Если ты узнал мудрость в Священном Писании, по книге видно, что ты занимаешься этим. Симпония у тебя непрерывно будет открываться. Ты что-то будешь искать, подтверждение. Вот вы сейчас даете мне свои воспоминания, как вы пришли в общину, как вы услышали. А я стараюсь эти ваши воспоминания украсить ожерельем из Священного Писания. И уже говорят, какие вы места нашли. В каждой биографии я особые места подвожу. И сижу, не могу найти. Я опять начинаю молиться, Господи, какое-то место есть, не могу вспомнить к этому человеку. Вот он бы должен ключом быть к нему. И, наконец, Бог открывает. Потом вы это прочитаете, если я еще на земле буду жить. Порок Исаия, 29 глава, 3 стих говорит так. Когда трудно будет истеснять тебя, и будут наблюдатели с башни смотреть за тобою. Вот это прошлое время коммунистического режима за каждым шагом наблюдали. Я думаю, далеко не каждому пришлось пережить, что мне. За мной дежурили две машины. Все время две машины. Я не очень замечал. А Надежда Васильевна огельнется, какой номер прошел. И раз, его за себе. Идем она опять. Смотришь, номер посарился. Один в круговой обеду. Завернуться, машины три. А когда уже в пути, то несколько человек. Но мы все равно тоже думали, как их обмануть. За дворками уходили где-то. Они за мной гигонятся. Я прямо в Покровский собор быстренько пробегу вперед. И сразу встану на колени. А один из наших стоит кто-нибудь. И смотрит, говорит, зашли. Говорит, они везде обошли и вышли. Говорит, куда же он мог. Другие двери, другие двери вышли. А я тут стою и молюсь. Наблюдателей вообще много за нами. Но написано, наблюдайте за собою. И за собой наблюдающий человек многое увидит. Что всем наблюдателям тебе не подскажут. Надо себя просто рассматривать критически. Исайя 47 глава 13 стих говорит. И что есть наблюдатели за небесами. И Господь на это ссылается. Лицемеры. Знамение времени вы узнаете. Небесное. Какая погода будет. Вы считаете. А как по времени видите за собой. Почему не судите. Судя по нашему поведению. Как сейчас все идет. Вот что печатают. Как ведут себя органы власти. Отравление народа умышленное идет. Эта страна исчезает. И не надо этому удивляться. Наркомания. Вроде борется. Я никак не пойму. Зачем с ней бороться. Токсикомания. Стоит какой-то скелет. Парень 9 лет. Он уже отжил. Зачем бороться. Он избрал этот путь. Это все игра идет. Это лишний мусор снесет. Ну и маленькая река очистится. Их не спасет никто. Это все обман. Это средство просто растягивает. Надо лечить тех, которые болеют. На работе сорвался. Руку где-то придавило ему. А это никакая не болезнь. И они ни одного не вылечить не могут. Лечение простое. Им надо говорить о Христе. Приводить их к благовестию. Чтобы поверили, что спаситель умер за них. Что там есть ад. Больше ничего нет. Вот все наблюдения. В книге Исход. Первая глава. Шестнадцатый стих. Говорится о фараоне, который дал повеление наблюдать в роддомах. Как только вызывает к еврейке. А вы наблюдаете. Когда диагностика так плоховато работала. Только при появлении. И как-то ребенок появляется. Пока мать еще лежит. Болеет. И не может пошевелиться. Вы сразу что-нибудь иголкой там проткните ему. И все. Наблюдайте. Вот враг очень внимательно наблюдает. Когда новая душа возрождается перед Богом. Как в откровении говорится. И надлежит. Настало время родить жене. И дракон семи главы стал перед ней в пасть разину. Чтобы пожрать младенца. Вот сейчас наблюдается. И как относятся. Когда приходят беременные. Я разговаривал с женщинами. Это ужасное что-то. Прям подбивают нам всяческими. Искусственное кецеросвещение. Чтобы больше не мог рожать человек. Подбивают на аборты. Да куда ты так плодишь. Да не считай. Наблюдатели поставленные. Они деньги за это получают. И многое не надо. Они будут наблюдать. Потому что служитель дьявола многое делает добровольно. Мы должны наблюдать за тем. Чтобы не нарушить волю Божию. Чтобы все было чинно. Чтобы никогда здесь торговля у нас не завелась. Чтобы свечи были вот такие чисто восковые. Это у нас в уставе написано. Это все чинно и стройно. И за этим, за чинностью надо наблюдать. Чтобы не было бесчиня. В книге чисел 3 глава 10 стих говорит, что Аарону было поручено, чтобы он наблюдал за священнической должностью. Если кто посторонний приступит, да будет предан смерти. У сектантов наблюдателей совсем нет. Любого ставят. Они не имеют прямой связи по рукоположению. Они достойны смерти, как дофана Верона и Корей. Нам Бог дал это. Мы искали, чтобы создать общину. Но нам нужно было священник. Как бы пископи мы не мечтали. И рукоположен, чтобы был. Не был он отключенный. Потом решили мы своих людей отдавать, чтобы он там послужил маленько, а потом отходил, рукоположили. У нас ничего не получилось. Задача невыполнимая оказалась. Старобряца не сумели митрополита достать. Он нарушил один канон. А дальше единолично рукоположил два двоих. Алипия, Павла. А дальше у них пошло. Наблюдать надо было за тем, чтобы у нас строго соблюдалась установленная иерархия. Потому что если сейчас нас будут очень зажимать, мы будем уже вплотную думать об этом, как от них отойти. Мы будем там до конца стоять, пока не увидим, что уже смерть. Дальше некуда. То есть они нас убивают. И дело-то не в экуменическом движении даже. Это где-то там неизвестно. Непосредственно здесь. Они нас люто ненавидят. И ни за что. Они не могут сказать конкретно, в чем мы должны справиться. Какие нам условия, чтобы мы были любимые ими. Они ничего не могут сказать. Будьте, как я. То есть убрать слово Божие, чтобы мы полюбили беспорядок, вещение. Вот что им нужно. Во второзаконии 12.23. Говорится, наблюдая за тем и строго наблюдая, чтобы никогда не есть крови. В Деяниях Апостола в 15 главе тоже об этом говорится. Уже в Новом Завете. Строго наблюдайте. Никаких колбас я вам не советую покупать. Они перемешивают кровь, гематогены. Все это запретно для христиан. Кровь. И думают, что дело-то не в крови. И говорится, что душа животного в этом. Это одно. Но тут надо смотреть глубже. Это речь идет, конечно, о ненависти, о кровопролитии. Ненавидящий брата есть человека, убийца. Надо повыше посмотреть, а не то, что только в утробу. Даже по нечаянности съешь, пройдет, говорит, в устав уходит и извергается вон. Третья книга Десар, вторая глава, четвертый стих. Дается как программа. Наблюдайте за путями своими. Куда идешь? За путями разума своего. О чем думаешь? Что слышал? Всему, что ты слышал, не надо давать анализ. Многое совершенно нас не касается. У нас основная конструкция и есть. Мы знаем, что Христос придет. Это, конечно, ответ. Мы знаем, что за 3,5 года будет Антихрист. Это евреи будут старшатся над всем миром. Людям будет ставить в это время печать 666. Ну, в общем, мы знаем, видимо, на нен, куда все это идет. Но наблюдайте за этими путями, чтобы не залезть туда. Не надо грех оправдывать. С кем знаете, с кем беседуете, какие разговоры. Наблюдайте за путями твоими. Славопевец Давид 36-37 и говорит. Наблюдаю за непорочным человеком и будущность его мир. Ты видишь, человек правильно поступает во всем. И гляди, чем это закончится. Будущее такого человека мир. Я вот сейчас о ком сказал о человеке. Я наблюдаю очень внимательно. И уже несколько раз беседовали абсолютно безрезультатно. Над ним еще есть знакомый священник в Красноярске. Враг наш. И он к нему все время ездит. Какая-то как волшебная связь. Как помращение ума. Зачем? Сказать не могу. Человек ненавидит Слово Божие. Он не нуждается этим. Зачем ты к нему туда едешь? Я просил раньше отойти. Вижу, нет, ничего не сделать. Это, ну как, занаряжено, приговор. Только и всего. Наблюдай за собой. Зачем тебе это нужно? Ответить не может. Беспрося раз уехал. Три дня нет. Зачем? Тот же священник. Для этого приехал, чтобы жить. Ничего нет. Никакого ответа. Придет прощение, попросит. Крешил, сел без разрешения, без благословения. Опять умчался нигде нету. Ни домашние молчат, никто не знает. Это не сразу отрывается. Это не наблюдение за своими путями. А вот непрерывно, думаю, кино крутят всякие. Выброси это все. Меня спрашивают, что с телевизором делать? Только уничтожать. Чтобы телевизора не было. А если пленки какие-то, видео можно посмотреть. А если лучше не иметь. В конечном счете так. Потому что все отравлено через это. Салом 38, 2 стих. Буду наблюдать за путями своими. Господи, не допусти, чтобы я споткнулся. Чтобы я увидел, где яма, где какая беда. Не скажешь один раз пожалеешь. А скажешь сто раз пожалеешь. Лучше промолчать. Лучше не вмешиваться. Не быть затычкой в каждой бочке. Обойдутся без меня. Ну дайте свое мнение. У меня оно мнение есть. Все, что не по слову Божию, есть грех. Есть бещение. У меня мнение очень твердое и четкое. Да что Библия, конечная инстанция. Конечная в этой жизни. В вечности откроется больше. Но пока Бог не дал другого руководству. Только совесть. Салмопеевский говорит 49.23. Кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение свое, Господь говорит. Наблюдает за путем своим. Как молится. Я вам говорил, что это у меня готовлю заснуть на раз в семь до воскресни двух. Считаю. Аминь, уже заснул. Вот организм настолько здоровый, ровный и идет. Не могу досчитать до воскресни двух. Наконец приходится сесть на кровати, тогда только кое-как досчитаю. Семь раз. Аминь не сказал, сразу проснулся, испугался опять. А сам мысленно представляет, там где-нибудь у стенки или рядом дьявол стоит. Навевает, боится. Я снова начинаю считать и впереди переключу вчера. Адаминь не досчитал, опять уснул. Лежу. Ну потому что встаю рано и стараюсь как можно позже лечь. Организм прямо идет, дальше некуда, дальше порвется. Лук дальше сгибать некуда. И опять один раз посмотрел. Наверное, уже раз в семь до воскресни двух. Наконец сам себе говорю, два раза Аминь скажу и вслух. И наконец два раза Аминь сказал. И опять как бы мысленно. А ведь не досчитал. Досчитал, отойди сатана. Я даже два раза Аминь сказал. Отойди ты от меня. А он поднимает на молитву, мы считаем у святых. Встань на молитву иди ты, окаянный, без тебя, я знаю, когда встать. И слушай его. Наблюдая за своими путями. Притча Соломона, 21-12. Праведник наблюдает за домом нечестивого, как подвергается нечестивое несчастье. Я не хочу, но так получается. Вот у нас был священник, здесь приходил. И с ним поступили очень несправедливо. И вот которые участвовали в этой тройке. Сын Капранов участвовал. Внезапно умер. Другой священник, который главный был, Амосов Симеон, казначей епархии, его убил. Был шофер, убил. Епископ умирает 41 год. А этот сидит в тюрьме, он к нам ходил. Посадили. Там за дом, Кытмановский. Отец Владимир Суртаев. И он говорит, на меня страх напал. Все, которые меня осудили, они только трое были, когда выносили приговор. Бог всех разметал. В моем деле я осудился точно так же. С кого началось потерять тяжел милиционер, там подполковник, внезапный инсульт. Кто писал статьи, нашли мертвым в подвале. Наблюдая за домом нечестивого. А ты желал, да сохрани Бог. Я могу только ахать и охать. Господи, как страшно спать в руки Бога живого. Я их даже не знаю, где они были, где умерли. Но я только в газетах прочитал про это. Притча Соломона 23.1. Когда вкушаешь пищу с властелином, то наблюдай, что перед тобою. Не жадничай. Это не о пище только говорится. И когда говоришь, не все высказывают. И когда что-то где-то там тебе дают, ты наблюдая. Может, за это ты должен где-то уступки какие-то сделать. Мы вот вам это сделаем. Мне намек давали. Я, может быть, неправильно понял. Я в самом зародыша отсек. Да, мне это бесполезно. Я все равно по-своему буду делать. Я не сразу отступил. Ну, все, скажем, с глупым связывается. Предлагают, сотрудничают. Мне ни разу никто не предложил. Совершенно. Они знали, что я буду делать правильно. И только так, как есть. И старались этими трудами воспользоваться. Потому что, ну, во многом наша деятельность совпадает и с государственными органами. Мы хотим занравиться. Сейчас собирал нас глава администрации. И они хотят, чтобы нормально жили. То есть у нас есть много точек соприкосновения. Но есть там, где мы на уступку никак не пойдем. Притча 23, 26. Глаза твои, да наблюдай пути мои. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Чтобы мы имели возможность жизнь свою оставить, как в образец. Ты сначала до моего, говорит, уровня достигни. Подражай мне. А потом пойдешь выше. Это мне знакомый друг мой, детям своим наказывал. Ну, вы не знаете, Христа вы не видите, апостолов в друзьях не имеете. Ну, на меня смотрите, как я поступаю. И вот до этого уровня старайтесь как-то достигнуть. Наблюдай за путями моими. Я прошу тебя. Притча 27, 23. Хорошо, наблюдай. И за скотом твоим. Зачем наблюдать надо? А потому что от скота большая прибыль. Вот мы говорили о ком сегодня. Меня потрясло просто. Первый же год помогли достать, чтобы коров развел. Стеннички, луша. Вот-вот отеливаются. Он их взял, всех порезал. Представь себе. Батюшка дала овечек. И его вернул, и ничего, даже не отстрик ни разу. Колтуном пришлось все это снять и сбросить. Я вот приехал, так так было, так. А у меня корма не было. Так а почему же ты не заготовил-то? Когда готовил, ты говорил, мне хватит. Ну, ты совершенно никудышный оказался человек-то. Писание, говорит, наблюдает за скотом твоим. Да ты от скотина-то озолотеть можешь. Он потерял, которые были, их предки-то. Первый у них жил, говорит. Это кажется, 150, что ли, коров было у одного. У одного. Значит, работали работники. А с чего ради-то? Не все же банкиры были. Люди работали, сеяли больше. Были деньги, высвобождались. Какие-то лобогрейки покупали. Притча Соломона, 31-27. Это для женщин, для всех, для сестер. Она наблюдает за хозяйством в доме и не ест хлеба праздности. Меня никак не убедите, которые лишний вес имеете, что вы такие уж пчелки трудолюбивые. Много спите. Много лишнего лежите. Лишний раз не пропотеете. А теперь уже сердце. Так сердце-то оно не может в такую бочку все время накачивать кровью-то. Там не насос, а помпу пожарную уже. Конечно, и отмирает, и отпадает разные аорты. Наблюдай, не ешь ли хлеб праздности. Мне сестра сегодня принесла, говорит неудобно, хлеб намазала сливочным маслом. Больше никогда этого не делала. Я почувствовал лишнее во мне это. Не надо ничего. Отказался от мяса 30 с лишним лет назад. А ты в рот не беру, мне надох не надо. Это не, тем более с годами вообще этого не надо. И надо все время себя томить. Лишний раз не садиться. Все старайтесь сходить, делать, перетирать что-то. Ну не давай телу покоя. Чуть-чуть опять помолилась, помолилась опять. Ну, нечего делать. Работай, найди. С места на место песок Макарий Александриский. С одного конца пустыни, в другой таскал. А брат увидел ночью, говорю, давай помогу. Он говорит, нет, я оттомлю тонящего меня. Меня дьявол заставляет идти в путешествие по святым местам, а я мешок лучше отнесу. Выступлю, а там опять нагрёб, другой конец несёт. Вот как надо делать. Не сидите. Выключите телевизоры все эти. Ну, что-то как кадушки с жиром. Нельзя так. Экхристиан 4,17. Говорит, когда идёшь в храм Божий, наблюдай за ногою твоею. И будь более готовым к слушанию, нежели к жертвоприношению. Когда идёшь, хоть маленько лишнее рубль положи сюда, чтобы положить в кассу. Но более наблюдая не за этим. А что ты будешь слушать? А у нас есть что слушать. На русском языке считаются псалмы. Наблюдай за ногою твоей. Так я в храм иду. Что буду слышать? А что, я ногами что ли буду слышать? А с каждым шагом он скрип, а ты себе полагай сюда. О, Господи, я иду по морозу. Для чего? Чтобы душу накормить. О, Господи. Кто будет сегодня проповедовать? Положи ему на сердце такое, чтобы мне ответил на мои вопросы. И чтобы я до дома донесла. У меня там муж или жена, свадь. Я ему рассказал. Наблюдай за ногою твоею. И приготовь сердце. Его готовить надо. Удали всякую суету, смятение, какие-то помыслы. Говоришь, о чём говоришь? И как сонного пробуждаешь, он говорит, что? А это Сирахов говорит. Он как с просонок. А о чём говорилось? О, Господи. Ну, ясное дело, что не о счётчике электрическом. Ну, о чём конкретно-то? Ну, я и говорю, о, Господи. Так ещё нету. Ну, я говорю, это не просто собирают, как вынят. Вот здесь я слушал, архиерей. То он одно и то же каждый раз. Приходите в храм, берите святую воду. Нужно здесь оздоровление. Я конкретно беру и говорю, наблюдаю за собой. У меня всё в одной теме. И там не бесчинствуйте. Ты скажешь о чём? Сегодня говорили о бесчине. Всё это одна проповедь. Конкретное название не бесчинствуйте. Она так и будет названа. Ну, это можно заметить. И за собой наблюдать, не за другими. Мне в жизни не пришлось ни за кем ни разу наблюдать. Меня судили, а священник вышел, а я за вами наблюдал. Я специально за вами ехал, и там в кустах засел, в кустах священник, напротив северо-западной Сосар-4, где отделённые баптисты собирались. Это мне говорил отец Стефан. Пристая. Ну и что ты за мной наблюдал? Что ты там увидел? А как вы туда вошли? Ну, вошёл-то я. Зачем? Ты же не знаешь. А вот зачем? Всю молодёжь туда увели. Это мне на Сибирске. А брат Андрей Долгов зашёл домой. Он говорит, а я был. У него там такая была беседа. Он так отставил православное учение, что уже на иконы никто не скажет идол. Я сам видел. И он этим защитил. Я пришёл раньше и сидел там. Я слышал всю эту беседу. А ты там не был. Сколько судили монаха Виталия? Он узнавал, сколько стоит ночная работа женщины. Работал ей, платил её, откупал. И говорил, ты моя ночная, вот сядь и сиди здесь, не спи. Добрал Евангелие и считал. И он сколько их обратился, разрушил все притоны в городе. А его поносили. Но когда умер, там почти по неблуднице его на руках понесли. А уже у них нормальная жизнь, вышла замуж. Не суди прежде времени, ты не знаешь, чем это закончится. Итак, Эклисиас, пятая глава, седьмой стих говорит так. Если ты увидишь, что много беспорядка в органах власти, сильно не удивляйся. Знай, что над высоким, наблюдает ещё выше, особенно много. Поэтому, а за низшим-то через одного он уже не увидит. Не удивляйся, не все такие хорошие наблюдатели, как у нас здесь. Он до одного сантиметра, глаз у него какой. Какая у вас юбка, как платочек, всё видит. У нас специально наблюдатели поставлены. Избранные вами. А вы с них возьмите себе примеры, чтобы дома такой же был порядок. И 11-4, Эклисиас, кто наблюдает ветер, тому не сеять. То есть, какая погода, какие облака. Я сегодня не пойду мороз. А завтра не пойду, а там гонят. А здесь мне пригрозили. А сегодня власть такая меняется. А завтра тут возьмёт власть вот этот клоун. Он что тут с нами натворит? Да брось ты, ну ты иди и делай. Если только смотреть на погодные условия, на политическую остановку, вообще ничего нельзя будет сделать. Вообще ничего не извинешься. Рок Исаев 7-4 говорит, наблюдай и не страшись двух этих горящих головней. Я подумал, а каких? Ну вот Гитлер шлистнули со Сталином. А посерёдь Польша её раздел. Всё они там только не делали. Между ними делили сферы влияния. Ни того, ни другого нет. Польша опять нелестность повысила. Ты только наблюдаешь за ними. И тот, и другой один будет отравлен. Другой, говорит, тоже застрелился или отравился. Учатся одинаково. Сейчас везде пишут, что Сталин не своей смертью умер. Иезекиилл 44-24. В спорных делах наблюдай за законы моих, говорит Господь. Это особенно касается юристов. Если против того Божия, откажись от этого дела. Все законы, проверь ещё на несколько раз, промолоти их. А они не противоречат закону Божию. Если противоречат, приоритет отдаем. Как мы должны всюду наши действия, наши законы, потеряющие городские, муниципальные, вводить, чтобы сходились они с государственной конституцией. Не против. Вот там не написано. Тогда мы видим, что она не противоречит. У нас Библия. Поэтому нужно ей очень хорошо знать, где ты работаешь. А не противоречит ли? Вот наших приглашают работать. Пошли. В воскресенье. Противоречит. Нельзя этого делать. В воскресенье не работать. Да-ка тогда я работу не найду. Ну и не надо работать. А когда что жить? Да зачем тебе жить, если нарушаешь? Ты не должен жить. Ты сам договорился. Очень даже просто. Поэтому просите Бога, чтобы жить, не нарушая Его законы. И наблюдать за этим. Я знал таких людей, которые никогда не опаздывали в храм. Ни разу, ни при какой погоде. И жили от храма за 60 километров. Ни одной субботы не пропустят. И еще 10 ребятишек у него дома. Своих. И ниоткуда денег нет. А только своими руками зарабатывал. Иезекиил 44-24. Представляете? Аввахум 2-1. На стражу мою стал я наблюдать за тем, что скажет мне Господь. Какая приятная стража. Вот мы на молитве стоим 7 минут, а то мы наблюдаем. Что скажет Господь? Мы молимся. Когда служба заканчивается, не сразу раздвигаетесь. Дома молишься. Немножко подумай, о чем молился? Вспомни. Вот меня спрашивают, тебе нравится, как наш брат считает Господи помилуй? Он прочитает. Кто же забыл? Господи опять помилуй. Меня даже батюшка спросил. Я говорю, очень нравится. Он промолвся. Да ведь это осмысленное. Так вы в конце концов-то отмените. Даже 12 не считайте. Три раза достаточно. Да растяни на молитву, чтобы хоть один грех вспомнить. Не творите бесчиния. Торговля в храме. Вот это скорострельное оружие. Господи помилуй, Господи помилуй. Это тоже бесчиния. Чинное-то тогда каждое слово доходит до сознания. Углубляется в сердце, дает отклик, приносит плоды. Захария 3.7. Если будешь ходить по путям моим, говорит Господь, то будешь наблюдать за двором моим. Это говорит священникам. Когда сам ты исполняешь заповедь Божия, Бог доверить тебе должен, и ты будешь наблюдать. Я хотел расширить это понимание. Если ты будешь наблюдать, ходить путями Господними, а ты и ты, хотя ты уже старец и на пенсии, он поставит тебя наблюдателем за двором моим, чтобы лишний человек не пришел, чтобы он не был пустым, чтобы приобретались новые овечки для этого дома. Расширьте это и посмотрите, он тебя поставит. И написано, кого именно. Пророк Малахия 2.16. Наблюдайте за духом вашим. Когда огневался, а почему? Я сколько раз замечал за тобой, раз огневался, нигде не проявлялось. Я думаю, я принял это как должно, нет, я разгневался. И про себя что-то буркнул. Наблюдайте за духом своего. Вот что-то такое. Сказать-то не мог, вырваться не мог, да и без ругания-то завернется, будь здоров. Другая ругань еще легче перенесется. А сотворил молитву, посмотрел, и глядишь, уже вскоре начинает проявляться свет. Только сотвори молитву, наблюдайте за духом вашим. А мы начали считать послание Павла, сказать это, Евангелие от Луки, наблюдайте за собою. А дух-то наш, значит за ним надо наблюдать. Ведь когда холодно бывает в комнате, да вроде поздно лег, так охота еще утром маленько понежится. Даже медики говорят, что если ты услышал будильник, мгновенно должен соскакивать. Все миллиарды клеток мозга должны работать в одном направлении. И вот со мной кто-нибудь в комнате спит, и я гляжу, как он встает. Вот до того мне тяжело, я ему начинаю это рассказывать. Ты знаешь, как плохо это. Ты мгновенно соскакивай, сразу ногами топчись, пока одеваешься, сам переступай, ходи по холодному полу, скорее на улицу, чтобы все с тебя согнать. Наблюдай за духом своим. Марк, 7 глава, 4 стих. Господь говорит, наблюдаете вы, как в старой вере, за молением чашек, по елене, помыли. Вот у меня кто зайдет, увидит, скажет, как он живет, да. А я благодарю Бога. Внутри она маленькая, чистая, да и все. Чего там сидеть с этой чашкой? Я налью, все равно я ее вылежу, будет чистая. Вот наблюдает заднюю, внешнюю. Лука, 8, 18. Конкретно к этому моменту наблюдайте и как слушаете. Когда говорите, что обижаетесь или нет, готовы это исполнить. За собой наблюдайте, каким путем ты шла к этому дню. Проследите, я прошу, сколько раз, напишите, как вы пришли в эту общину. Я потом постараюсь это обработать. Это ваше свидетельство будет. Некоторые еще ничего не сделали потом. Сделайте поскорее. Пожалуйста. У двоих, я кажется, уже потерял, даже до места не довел. Ничего особенного. Я слышал «Войну и мир» Лев Толстой, первая глава, 26 раз писал, переделал. Второй раз перепишите. У меня материал некоторые терялись, одно стихотворение о музыке. Как нужно ценить музыку, что я потерял стихотворение, ехал дорогой. Помолился утром, сел писать и сам, понимая, намного лучше написалось. Это так Господь допускает, потому что Он видел, что там много ума, а мало души было. И так, наблюдая за собою, мы должны проверить, как мы это слушаем, не пропустили ли мимо. А что пропустило, пойдете дорогой, разговариваете. Сегодня было сказано наблюдать за собою, за ногой своей. А ты, сестра, дополни, опять я тут забыла, про что тут говорилось. А вот наблюдай, когда ты идешь, какие отношения у тебя, отношения к родственникам. Наблюдайте за самими собою, и с этим наблюдением мы начнем исправляться. И Господь поможет. Мы конкретно будем знать, о чем молиться, не просто отстоять. Положено, я отстоял службу. А я начал молиться, и знаю, что вот тут у меня не так уже столько лет. Я схожу на исповедь, одни и те же слова, ничего не исправляюсь. Ужас какой-то. Да чего ждать-то больше-то? Я уже жизнь прожил, и как будто и не начинал. Господи, исправь нас, чтобы мы все преобразились по образу Твоему. Аминь. Аминь.